Здравствуйте! С вами программа о главном и я Елена Астрахович. Прошедшая неделя была отмечена целым рядом громких событий. К сожалению, по большей части трагических. Сводка новостей последние 7 дней напоминала криминальную хронику. Ограбление, убийства, террористы, суициды. Но я не буду сегодня расстраивать вас подробностями этих кровавых драм. Давайте лучше поговорим о том, что действительно важно и что в перспективе может изменить нашу жизнь. Надеюсь, к лучшему. Итак, смотрите сегодня в нашей программе. Катастрофа в Донецком аэропорту. Подробности, причины и последствия трагедии. О недостроях Альянса, сносе гаражи на Черемушках и застройке Парка Победы. И о том, как в Одессе можно заставить власти чиновников обратить внимание на проблемы города и людей. Очередные обрушения в Старой Одессе. МЧС разбирает завалы на территории инфекционной больницы. 15 февраля день вывода войск из Афганистана. Кому в Украине сегодня нужны ветераны? Но начать мне все равно придется с трагедии. В среду, 13 февраля, в аэропорту Донецка потерпел аварию самолет Ан-24, совершавший чартерный рейс Одесса-Донецк. При приземлении самолет потерял управление, упал между взлетными полосами и раскололся пополам. Через 20 минут машина загорелась. Пять пассажиров, зажатых сидениями, погибли. Общее число пассажиров варьируется в разных источниках. Изначально называлась цифра 42 человека. Затем были опубликованы списки и выяснилось, что кроме 36 зарегистрированных пассажиров и 8 членов экипажа, было еще то ли четверо, то ли восемь не зафиксированных в документах пассажиров. И якобы поэтому самолет был перегружен. Все пассажиры – футбольные болельщики, летевшие на матч шахтер Боруссия. Среди них представители бизнеса, городских и областных структур, депутаты, работники прокуратуры. А также и дети. Подробности трагедии знают наши корреспонденты. 13 февраля в 18 часов 9 минут в аэропорту Донецка осуществил аварийную посадку и загорелся рейсовый самолет Ан-24. На борту лайнера находились 42 человека. В основном болельщики, летевшие из Одессы в Донецк, на матч 1-8 финала Лиги чемпионов «Шахтер Боруссия». Всего пострадали 36 пассажиров. 9 человек находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пять пассажиров погибли. Среди погибших помощник главы Одесского областного совета Валерий Бобков и директор Одесской строительной фирмы Александр Грушевич. Я просто дружил с ним. Это вообще был человек, он вообще ни минуты не сидел спокойно. Выходной он вообще не понимал и мне не давал. Выходной это обязательно либо рыбалка, волейбол, теннис, он плавал, все что угодно. Ну, за последние три года он третий раз полетел на футбол. Такой футбол, такой футбол. И друзья уговорили. Он, в принципе, утром и не собирался. Распоряжением городского головы создан штаб, задача которого решение всех вопросов, связанных с трагедией и помощь семьям погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы. Кроме этого, создана комиссия по проверке соблюдения правил безопасности полета сотрудниками КП Международный аэропорт Одесса. Я создал своим распоряжением комиссию, которая начала проверку соблюдения коммунальных предприятий Международный аэропорт Одесса правил безопасности при оформлении вылета в самолет. Основной причиной смерти пяти пассажиров стали черепно-мозговые травмы и переломы. Об этом заявил на специальном брифинге прокурор Донецкой области Владимир Вышинский. Судебно-медицинская экспертиза продолжается. Причина аварии пока расследует специальная комиссия, но главными версиями являются ошибка пилота, неправильные действия наземных служб, неисправность самолета, у него мог отказать двигатель. При заходе на посадку левым крылом он задел метеовышку правым землю, после чего перелетел через рулежную дорожку и уже на грунте перевернулся и раскололся. Выжившие пассажиры рассказывают, что им пришлось пережить в момент крушения самолета. В 16.30 самолет вылетел из международного аэропорта Одесса. Весь полет проходил в принципе нормально, но когда мы начали снижаться при подлете в город Донецк, мы почувствовали сильное ускорение и самолет начал окоренить влево, после чего уже через несколько минут произошло непонятное то ли столкновение, то ли непонятно что. То есть самолет распорола, благодаря тому, что самолет распорола, мы смогли выбраться из самолета до возгорания, после произошло возгорание, благо подоспели службы МЧС и смогли локализовать в ближайшее в скором времени пожар, который возник после возгорания. Далее мы увидели только перевернутый самолет. По всей видимости, есть жертвы, потому что вещи, которые у нас остались в самолете, нам достать не удалось. После локализации пожара удалось пробраться, когда еще не было большого количества представителей МЧС, в самолет. Были люди зажаты в сидениях самолета, то есть самолет полностью перевернуло верх ногами, по большому счету произошел надлом кресел. То есть именно за счет трещины. По словам директора департамента летной подготовки Госавиаслужбы Украины Александра Бельчука, самолет Ан-24, потерпевший крушение в Донецке, соответствовал техническим характеристикам. Он был в хорошем техническом состоянии, полностью соответствовал всем требованиям, которые предъявляются к воздушным судам данного класса. Кроме этого, в 2012 году на нем работала бригада НТК Антонова с целью оценки технического состояния. При этом Александр Бельчук отметил, что срок эксплуатации самолетов данного класса составляет 45 лет, так что данный борт мог еще свободно летать несколько лет. В пятницу тела погибших в авиакатастрофе доставили в Одессу. В субботу и воскресенье состоялись похороны. Как заявил журналистом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, готовится решение Кабинета министров о предоставлении компенсации семьям погибших. Сумма компенсации будет не менее 100 тысяч гривен. Решение будет принято не позднее понедельника, 18 февраля. По факту же аварии самолета возбуждено уголовное дело. Ход расследования обстоятельств катастрофы контролирует Генеральная прокуратура Украины. И, вероятно, вскоре мы узнаем о причинах аварии в Донецком аэропорту. Но я бы хотела сейчас остановиться на другом. Любая катастрофа с человеческими жертвами – это всегда трагедия, и я искренне выражаю сочувствие семьям погибших. Однако тот факт, что на борту самолета находились в основном чиновники и правоохранители, придало этому событию особую окраску. Во-первых, непонятно, почему сразу же после аварии не был обнародован список пассажиров, летевших чартерным рейсом. Неужели наши власти опасались неудобных вопросов? Ну, к примеру, откуда у чиновника 450 долларов на прогулку в Донецк при его-то зарплате? Мне кажется, таких вопросов у нас в стране давно уже никто не задает, даже налоговая инспекция. Во-вторых, обсуждение катастрофы на форуме сразу переросло в демонстрацию ненависти к чиновникам всех родов и мастей. Еще какую? Первый же вопрос, который задавался – а не было ли в этом самолете? Ну, и дальше фамилии по списку. Нет, я, конечно, понимаю, что наши чиновники не вызывают теплых чувств у народа. Но я думаю, что в любой ситуации нужно прежде всего оставаться людьми. В среду утром отчаявшиеся владельцы квартир в недостроях скандально известной компании «Альянс» перекрыли движение на улице Решильевской, а затем провели акцию протеста у стен мэрии. Одесситы требовали встречи с городским головой. По словам инвесторов, на такие крайние меры они были вынуждены пойти из-за бюрократических проволочек муниципалитета в решении вопроса возобновления строительства жилых высоток. Люди говорят, недавно получили надежду на то, что их дома будут сданы в эксплуатацию. Другой подрядчик вызвался закончить долгострой. Однако в мэрии пришли к выводу, что отдавать объекты другой фирме незаконно. А тем временем одесситы 6 лет ютятся в съемных квартирах, комнатах общежитий у родных в ожидании законно приобретенного жилья. По словам инвесторов, строительство многоэтажных домов на поселке Котовского началось еще в конце 2005 года. Заказчиком строительства выступило управление капитального строительства городского совета, генподрядчиком фирмы «Альянс». Присутствие госструктуры в данном проекте и стало основной причиной доверия горожан. Тысячи одесситов вложили свои деньги, а также тысячи кредитных средств в новострое. В документах у нас присутствует УКС. Значит, мы когда покупали квартиры, мы надеялись, что это не Шарашкина контора. Что раз присутствует отдел капитального строительства, значит это город, значит это все нормально. После всего воры украли, все украли. Планировалось, что высотки будут сданы в эксплуатацию в 2006-м, начале 2007-го года. Однако в конце 2008-го строительство шести домов было остановлено, а компания «Альянс» объявила себя банкротом. Из 12 домов «Альянса» до сих пор не сданы в эксплуатацию 5 зданий на Высоцкого, Марсельской и Люздорской дороге. Наши дома заброшены и их не достраивают. Мы заплатили деньги, деньги наши разворовали, и мы живем на квартирах, платим кредит за эти дома и добиваемся достройки наших домов. Одесситы говорят, в результате остались без крыши над головой. Люди брали кредиты, люди живут в аренду, люди живут на съемном жилье, на балконах, в гаражах. Очень сложная ситуация. После многих лет мытарств владельцы квартир в долгостроях добились наконец-то алгоритма действий по решению проблемы. Муниципалитет пообещал привлечь к достройке домов новых подрядчиков. Инвесторы вздохнули свободно, но не тут-то было. Было на исполкоме принято решение о передаче этих домов новым застройщикам. Затем почему-то начальник УКСА Анатолий Владимирович Рагулин заявил, что недостаточно решения исполкома, необходимо сессия горсовета. Дальше хуже, рассказывают одесситы. На последней, в 2012 году сессии горсовета вопрос был и вовсе снят с повестки дня. А позже управление капитального строительства удивило инвесторов, заявив о том, что принятое решение о привлечении новых застройщиков незаконно. Сейчас нам заявляют, что та программа, которую они же разработали, городские власти, разработали по достройке всех наших домов, та программа сейчас закона не является. Говорят о том, что есть закон какой-то там 40-й, вот сейчас они как раз-таки письмо предоставили о том, что долевое участие, там где идет по бартеру, незаконно, что застройщики должны все-таки перечислить деньги в бюджет развития, а с этого бюджета развития городские власти пустят деньги на достройку наших домов. Вы понимаете, что это из разряда фантастики, потому что у застройщиков как бы живых денег нет. Устав оббивать пороги различных инстанций, одесситы перешли к решительным мерам. Инвесторы требуют от мэрии не пустых обещаний о реальных действиях. Чтобы нас власть услышала, понимаете, чтобы услышали, обратили на нас внимание, потому что они нас не слышат. Мы приносим свои извинения горожанам за то, что у нас такая, извините, власть, которая слышит нас только тогда, когда мы переходим на крайние меры. Мы приносим извинения всем одесситам, которые пострадали от нашей сегодняшней акции, но просим отнестись к нам с пониманием. Сегодня нас не слышит городская власть, завтра может случиться то же самое с вами. Инвесторы потребовали от городских властей официальный документ с аргументацией того, что принятая ранее в мэрии схема достройки их жилья больше не является законной, и вопрос вновь требует решения. После многочасового ожидания под стенами горисполкома инвесторам удалось получить документ, с которым люди отправились в городскую прокуратуру. Там заявление приняли и пообещали разобраться в правовой коллизии. Кроме того, инвесторы требуют, чтобы вопрос о возобновлении строительства пяти объектов бывшей компании «Альянс» был вынесен на ближайшую сессию городского совета. Если проблема снова повиснет в воздухе, одесситы обещают продолжить акции протеста на междугородных магистралях. Нужно сказать, что если бы не активность одесситов, очень много жизненно важных для города и его жителей вопросов не были бы решены. Нынешние власти можно заставить считаться с собой только силой, я имею в виду силу убеждения, желательно массового. Тысячи одесситов рискуют лишиться собственности своих гаражей, пока речь идет только о районе Черемушек. Не так давно состоялось скандальное общественное обсуждение по детальному плану территории в границах улиц Исха Карабина, генерала Петрова и проектируемой магистрали Север-Юг. Тогда представители общественности попросту не пустили в здание. Охрана объяснила это недостаточным количеством мест. В ходе общественного обсуждения звучала информация о необходимости сноса 8 тысяч гаражей в районе Черемушек. Владельцы гаражей были категорически не согласны с данным решением и настояли на создании согласительной комиссии. 11 февраля представители общественности и органов местного самоуправления собрались в стенах Малиновской администрации. К двум часам дня возле стен Малиновской администрации собрались более тысячи возмущенных владельцев гаражей, которые хотят снести в районе Черемушек. Люди говорят, если решение будет принято и их собственность будет ликвидирована, район Черемушек превратится в одну большую парковку или даже свалку машин. Более 8 тысяч автомобилей будут стоять вдоль улиц или под окнами одесситов. Хотят снести наши гаражи. А почему? Почему? Я думаю, кто-то хочет забрать землю. Они говорят, что будут строить там дома, окружную дорогу. А что предлагают делать с вашими гаражами? Снести и что дальше? Ничего, людей, 8 тысяч машин окажутся на улице. Вот и все. Под окнами, все как всегда. Очень возмущены. И я даже не представляю, чем это все закончится. Ну, в нашей стране, вы знаете, захотят отберут. Никто ничего не сделает. Вот мы пришли, попытаемся что-то, хоть как-то, какими-то голосами отстоять свои гаражи. Пытаются снести наши гаражи. А по какому такому праву? Это у них надо спросить. Земля нужна им, поэтому право хотят снести. Просто землю забрать, пока при власти. Если 8 тысяч машин выведут на территорию Малиновского района, сразу повысится преступность, начнется грабежи машины, раздевание колес и всего остального. Куда это смотрят? Второе. Где 8 тысяч машин поставить? Как они предлагают, мы построим две автостоянки на тысячу мест. Но это не решает же вопрос. Пока в здании Малиновской райадминистрации чиновники, проектировщики и представители общественности решали, какой быть и кто будет руководить комиссией, и достаточно ли людей для кворума, ожидающие на улице окончания спора владельцы гаражей, чтобы быть услышанными, пошли на крайние меры и перекрыли улицу генерала Петрова. Движение транспорта по генералу Петрову возобновилось только тогда, когда члены согласительной комиссии пообещали в кратчайшие сроки решить судьбу гаражей. Общая площадь, на которой расположены гаражи, составляет 103 гектара. По словам владельцев гаражей, застройщики планируют на месте их собственности возвести жилые объекты, развлекательный комплекс и построить вертолетную площадку. Есть согласование аэропорта. Опять же, почему нет МЧС? Вот интересно нам бы было увидеть МЧСников, чтобы они ответили. Может, и вертолетную площадку на взлетной полосе строить? Или нельзя? Люди настаивают, гаражи – их частная собственность, законно приобретенная, и никто не имеет права просто так взять их и уничтожить. Если вы читали земельный кодекс, то в нем четко сказано, если гражданин на законных правах, ответственные ему, принимает более 15 лет, пользуются земельным участком, а нам положено 0,3 гектара, то этот земельный участок, он имеет право приватизировать. Это в рамках закона. По итогам обсуждения комиссия вынесла решение, удовлетворяющее владельцев гаражей. Мы наставим на формулировке такое – сохранить существующие гаражи в составе детального плана территории, которые разрабатываются. Мы должны проголосовать только таким образом, только это нас хотя бы на несколько лет. А 14 февраля состоялась долгожданная встреча владельцев гаражей с городским головой, на которой одесситы еще раз напомнили руководство муниципалитета, если их собственность будет ликвидирована, район Черемушек превратится в одну большую парковку или даже свалку машин. Более 8 тысяч автомобилей будут стоять вдоль улиц или под окнами одесситов. И все это ради очередного коммерческого проекта. Когда был задан вопрос архитектору, который разрабатывал этот проект, а расскажите нам конкретно, что будет на тех местах, на которых находятся наши стоянки. А на тех местах будет торгово-развлекательный центр, офисный центр, гостиница. В ходе встречи представители гаражных кооперативов напомнили городскому голове, что почти все гаражи жителей генерала Петрова и Ицха Карабина приватизированы. Кроме того, по словам владельцев гаражей, компания инвесторов имеет на рынке сомнительную репутацию. А это чревато не только уничтожением гаражных комплексов, но и очередным недостроем. Вам доложили, вам принесли и показали. Вот те люди, которые вам показали, они вам сказали все, да не до конца. Мы узнаем, что да, эта фирма существует несколько лет, но отчетность у нее нулевая. Статутный фонд нулевой. Ребята замахиваются на проект, который на сегодняшний день тяжковато потянуть бюджету Украины. Им нечего показать. По словам представителей гаражного кооператива, единственный выход из сложившейся ситуации – это диалог города, владельцев гаражей и инвесторов проекта, о которых, говорят люди, к сожалению, в глаза никто не видел. Почему бы фирмой «Диагарос» не взяться и не начать вот что. На поле, у нас огромное красивое поле, построить семь паркингов. Каждый паркинг – тысяча, тысяча сто мест. Вот они построили семь паркингов и пришли к нам, к автолюбителям, и сказали, ребята, у вас два варианта. Либо какая-то компенсация, либо вот место в паркинге. Об этом никто не говорит. В мэрии Одесситам пообещали, что план застройки территории будет изменен с учетом пожеланий горожан. Я вам вот даю сейчас слово. Вот присутствие средств массовой информации. Никто ничего там делать не будет, если полюбовно не будет решен вопрос с вами. А буквально двумя днями ранее о соблюдении права одесситов заявил Эдуард Матвичук. Председатель Одесской облгосадминистрации подчеркнул, что вопрос развития территории города Одессы в пределах улиц Ицхака Рабина, генерала Петрова и проектируемой магистрали Север-Юг, находится под его личным контролем, и поводов для беспокойства нет. Эдуард Матвичук заверил горожан, что позиция областной государственной администрации такова, чтобы максимально учесть интерес людей. И если инвестор хочет обустроить данный микрорайон, то в первую очередь необходимо учесть интересы людей, в том числе и владельцев автомобилей. Никто не позволит просто так сносить 8 тысяч гаражей. Ко мне обратились люди с жалобой, и я гарантирую, что подобных вещей не будет, подытожил председатель облгосадминистрации. Теперь одесситы ждут новый проект развития территории в границах улиц Ицхака Рабина и генерала Петрова. Опыт доказывает, что когда речь идет об угрозе частной собственности, своей, разумеется, одесситы проявляют завидное единодушие и массово ее защищают. Общественников же, которые встают на защиту общей городской собственности, парков, скверов, пляжей гораздо меньше. Но тем ценнее их усилия. Вот уже почти 5 лет неравнодушные одесситы продолжают борьбу за сохранение парка Победы. В свое время здесь планировали возвести комплекс многоэтажных домов. В последний раз напор застройщика остановили жители окрестных домов вместе с членами депутатской группы «Будущая Одесса». В защиту Дендропарка было собрано более 42 тысяч подписей. Под давлением общественности депутаты городского совета приняли решение о запрете строительных работ в зеленой зоне. Однако появились новые угрозы. А я пригласила сегодня в нашу студию представителей инициативной группы по защите парка Победы Александра Васильевича Свирского и Сергея Николаевича Маслова. Здравствуйте, господа. Вот скажите мне, пожалуйста, что заставило вас, солидных людей, наверняка очень занятых, встать на защиту парка Победы? И не просто одноразово, а вести эту борьбу в течение многих лет. Ну, давайте с вас начнем, Александр Васильевич. Ну, дело в том, что в 2007 году была первая попытка построить две секции дома со стороны улицы Зоопарковой. Ну, слава богу, тогда организовалась группа, собрали подписи, как-то это затихло. Но параллельно с этим строился дом 11-1. И ладно, он строился, строился, но в прошлом году, не в прошлом, уже позапрошлом году на сессии горсовета было дано разрешение фирме Ассоль строить две свечки именно уже на территории парка. Если 11-1 построен был на границе с небольшим захватом парка, то здесь уже чисто на территории парка. Это возмутило людей. Да, я помню, это очень многих одесситов возмутило. Создалось это, реанимировала свою работу, созданную в 2007 году, группа инициативная. Начали собирать подписи, демонстрировали фотографии много у нас есть, которые показывают, как развивался этот беспредел. И закончилось тем, что одесситы собрали 43 тысячи подписей против строительства какого-либо в этом парке Победа. Александр Васильевич, а кто вошел в эту группу? Что это за люди вообще? Люди самые разные. Ну, ядро, естественно, это люди, которые рядом с этим парком, или которые этот парк дорог, как воспоминания. Были люди, которые садили этот парк еще. Это начало 60-х годов. Деревья были маленькими, а теперь они уже большие. То есть росли вместе с этими деревьями. Да, и большие деревья вдруг решили рубить. Есть люди из дачи Ковалевского приезжали, из поселка Котовского, с Таирова поселка, с Малиновского. То есть, по сути, на защиту парков стал весь город? Мы анализировали списки иногда, некоторые хотя бы. Мы видели, что география буквально охватила весь город. Людей, которые подписывались в наших подписных листах против строительства какого-либо. Сергей Николаевич, я понимаю, что вы тоже входите в эту инициативную группу. Что вас привело и что вы собираетесь делать дальше? Меня, понимаете, поразило то, что местная власть пытается уничтожить парки. В парке, в которых люди почему-то приходят и отдыхают. И находят себя там более-менее в таком хорошем состоянии. Их действие по уничтожению парка приведет просто к негативным последствиям вокруг города, в частности. И меня это, конечно, возмутило. Я решил смочь помочь в этой ситуации, чтобы все осталось так, как оно было. То есть парк парком, стройка стройка, только стройка должна быть в том месте, где это должно быть. Но не на территории парка. Вот так я здесь оказался. Скажите, а на ваш взгляд, как дальше должны развиваться события? Что вы готовы делать для того, чтобы все-таки отстоять парк? В том состоянии, в котором мы сейчас есть. Ну, трудно сказать, что можно лично мне сделать. Но попытаться как-то выразуметь руководство города, чтобы прислушиваться к мнению людей. То есть люди есть люди. Народ творит истории. Поэтому мы должны как-то к народу обращаться побольше, а не к настоящим чиновникам. Вот такое мое мнение. Конечно, прислушиваться. Александр Васильевич, скажите, многие специалисты утверждают, что основная проблема в городе – это отсутствие границ парка. На ваш взгляд, как собирается дальше действовать ваша инициативная группа в контексте парка Побед? Значит, мы, вот когда появилось решение о приостановке какой-либо деятельности на границах парка, это было летом 2011-го, мы начали сразу же пытаться привести эту территорию в порядок. То есть это пока приостановка только такая? То есть вы не верите, что на этом закончилось? Пока границ парка не будет установлено, это будет все во взвешенном состоянии. И будет желание все-таки построить эти здания. Но это их желание. Одесситы уже наслышаны об этой проблеме. Они уже активны на эту тему. И я уверен, что мы не дадим никакого строительства продолжить в этом парке. Значит, в чем сейчас проблема? Во время строительства парка, во время строительства этого дома 11-1, который возвела ЧП Ассоль, они захватили территорию парка под крановые пути. Уложили в эту насыпь под крановые пути порядка полутора тысяч квадратных кубических метров мусора. Вот мы боремся за то, чтобы этот мусор убрали оттуда. Потому что это территория парка. Я знаю, что вам ответили, что строители после ваших замечаний, засадили это розами, что это через не полторы тысячи кустов. У меня есть. Я могу показать. Вот мы получили 10 отписок из нашей дорогой Приморской районной администрации. Последняя отписка, значит. Силами ЧП Ассоль высажены сосны и ели в количестве 17 штук, кусты роз в количестве 90 штук, березовые саженцы в количестве 14 штук. И как? Удалось найти? Нет. Я вас уверяю, ничего и близко нет на той территории, за которой мы ведем борьбу. Давайте еще 2 минуты, я зачитаю вам, как отреагировали на наше письмо по поводу того, что это блеф, никаких саженцев там нет. Вот Приморская администрация за подписью Ярцева, первого заместителя председателя администрации, отвечает. На ваше обращение в адрес Приморской администрации по вопросу приведения в порядок придомовой территории сообщаем, что данные о количестве высаженных деревьев и кустов были получены от ЧП Ассоль. То есть мы жалуемся на ЧП Ассоль, что она ничего не делает, а не ссылается на то. А ЧП Ассоль дает данные о том, что они такие все не делали. Приморская администрация распространяет эту ложь дальше. У меня такое впечатление, что до тех пор, пока мы границу не установим, будут поползновения, лезть дальше в парк. В чем проблема еще тут есть? Вот эта насыпь, она шириной 15 метров. От дома до первых деревьев 15 метров. И сейчас ЧП Ассоль пытается узаконить это как пожарный проезд. Но для установления пожарного проезда, согласно норм БДН, сказано, что если со стороны фасада, на котором нет входа в дом, ну нет входа в дом, то можно эту полосу ограничить 6 метрами. А там 15 метров. Зачем 15? За 9 метров парка отдавай ЧПС. Да, мы понимаем, что там должен быть проезд. Люди не виноваты. Они должны себя чувствовать защищенными с этой стороны. Пожарный проезд должен быть для обеспечения, не дай бог, не счастлива. Понятно, да. Но это должно быть разумно. Сергей Николаевич, вот хочу у вас спросить, все-таки вас, как член инициативной группы, устраивает ли, точнее, что вас не устраивает в сегодняшнем состоянии Парка Победы? Что вас все-таки заставляет болеть душой за этот парк? Да, вопрос очень такой насущный. Меня много чего не устраивает в нынешней ситуации. Первое, то, что чиновники не дают людям, даже нашей инициативной группе заняться посадкой новых деревьев. То, что вырубили вокруг строящего дома, это одна позиция. То есть вы хотите, вы предлагаете свои услуги? Хотите, да, а нам не дают, не дают. Собирается даже деньги на эту тему. Но нам сказали, ребята, занимайтесь своими делами, это уже наши проблемы. Ряд общественников устраивали, скажем так, акции по уборке парка. Акции по уборке территории было, видел и видел. Я лично не участвовал, но видел, как молодые женщины убирали территорию парка от пластмассовых бутылок. И все это потом висело на мостике. Да, они скульптуры таких бутылок создавали. Да, были скульптуры, и плюс повесили фотографии, текст, что парк был очень в таком грязном состоянии. То есть люди, в принципе, реагируют, пытаются своими силами что-то сделать. Навести порядок в парке. К сожалению, не дают. Александр Васильевич, подытоживая наш разговор, вот скажите мне, пожалуйста, вы собираетесь вернуться к проблеме комиссии, к вопросу, которая должна заниматься вопросом четких границ парка. Вашего, вот как вы собираетесь участвовать, вы как общественники, инициаторы, которые эту борьбу ведут много лет? Мы написали в свое время, еще в 2011 году, просьбу в Горсовет, чтобы нас включили в группу, которая будет заниматься установлением границ этих. Но не получили ответ. Сейчас я вижу, представители депутатской группы Будуси Одесса продолжают эту тему борьбы за наш парк. Я надеюсь, что они, как и тогда, когда была сильная Украина, они были тоже, собственно, те же самые люди. Они нам помогут все-таки попасть в эту группу, которая будет заниматься установлением границ. Я обращаюсь даже, если хотите, к этой депутатской группе поддержать нашу инициативную группу в этом вопросе. Потому что мы убеждены четко, что если общественность не будет контролировать чиновников, чиновники будут творить беспредел. Ничего не могу сказать против этого. Я надеюсь, что в этом вопросе наконец-то будет поставлена четкая точка. Парк будет парком, останется, получит четкие границы. Никаких поползновений на его зеленую замечательную территорию все-таки не будет. Не только в Парке Победы, но и в других одесских парках. Спасибо вам за ваше небезразличие. И до новых встреч, наши студенты. Я вам не скажу за всю Одессу. И шо вам из-под Одессы таки видно? Саня, мы шо не в одном городе живем? Ну шо б да, таки нет. Костя, вы видели свою прописку? Острова. Единственный строящийся микрорайон в черте города и видом на море. Европейский уровень жизни при украинских ценах. Телефоны 718 18 723 37. Острова. Будущее Одессы начинается здесь. Тройное W. Острова от Юэй. Служба заказа такси «Джокер». 322-322. «Джокер». Автомобили, бизнес и вип-класса. «Джокер». Такси для успешных людей. 322-322. Моё место слушает моё радио. Продовжуючи успешно працювати над проблемой боли в суглобах та хребті, клініка доктора Старіша створила унікальний комплекс лікування завдяки внедрінню нового протиболевого скануючого модуля, який, подібно радару, виявляє очах боли і зону ушкодження. Поєднуючи ударно-хвильову терапію і новий лікувальний комплекс, у кліниці доктора Старіша на якісно новому рівні вирішують проблеми захворювань суглобів та хребта. Телефон 735-4257-787-9050. «Бізнес-центр Планета». Офісні площі під оренду. Сучасний ремонт. Розвинута інфраструктура. Відділення банку, банкомат, кафе, автономне водопостачання, опалення, охорона, зручна транспортна розв'язка. «Бізнес-центр Планета». Планета ділових людей. Балківська, 120. Телефони 717-53-04. 8050-243-6901. Несмотря на объявленную мэрией войну мафом, то есть малым архитектурным формам, будки и наливайки по-прежнему повсеместно появляются и справно работают, доставляя немало неудобств одесситам. Прибыльный бизнес зачастую крышується представителями местной власти и правоохранительных органов. И в данном случае срабатывает формула «деньги – все, люди – ничто». Соседство с наливайками становится не просто неудобным, но зачастую и опасным. Чтобы кардинально решить проблемы шумного и угрожающего соседства, жители улиц Академика Вильямса и Глушко, уставшие обивать пороги различных инстанций, обратились за помощью к своему депутату, представителю 54-го округа Одессы в городском собрании Дмитрию Тантюри. Галина Якубовская вот уже несколько лет как не знает спокойной жизни. Женщина говорит, на зеленой зоне возле дома, которую жители облагораживали собственными силами, как грибы после дождя выросли торговые будки. Все возмущены тем, что абсолютно без определения плана, абсолютно хаотично, абсолютно не учитывая пожелания жителей домов. В нашем районе установлены павильоны, торговые точки, которые напрягают своей деятельностью жителей домов. Они все установлены очень близко к домам. И в основном они работают круглосуточно. Поэтому шум, гамм, хождение людей, а еще если есть точки, которые что-то выпекают, что-то дают, какие-то наливайки, во-первых, это запахи лишние, это шумы лишние, это всех напрягает. Нет контроля над этими застройками. Вот они ставятся кому как хочется. Какие документы требовали у этих хозяев? Трехали. А кто нам их показывает? Не показывает. Не показывает. С нами никто не считается. Жители домов, говорит Галина Якубовская, неоднократно обращались с жалобами и в местный ЖКС, и райадминистрацию, и в милицию. Безрезультатно. Решили использовать проверенный метод. Обратились за помощью к своему депутату Дмитрию Танцюре. Дмитрий Николаевич, продолжает рассказ жителей микрорайона, за годы своего депутатства на деле доказал, что значит быть депутатом-мажоритарщиком. Вместе с Дмитрием Танцюрой в рамках социальной инициативы «Дом, в котором мы живем», горожане проводят субботники по облагораживанию дворов и зеленых зон. Участвуют в решении непростых коммунальных вопросов. Работают над совместными проектами по использованию депутатского фонда. Обращаюсь к Дмитрию Николаевичу. Он предоставил нам помощь юристов, которые нам обеспечили связь между мной и между коммунальными службами. Я теперь научилась с его помощью, как правильно разговаривать с этими службами, как решать эти вопросы. И, вы знаете, много решается. У нас налажен неплохой диалог, я бы сказал, даже хороший диалог, с руководством ЖКС Черноморский. И стараемся максимально совместно разрешать все проблемы. По инициативе Дмитрия Танцюры, рабочая группа горсовета по проверке законности размещения пунктов мелкорозничной торговли в зеленых зонах города начала свою работу в Киевском районе, самых проблемных микрорайонов, где мафы расположены прямо в зеленой зоне. Эта комиссия начала свою работу по нашему Киевскому району сегодня. И по просьбе Дмитрия Николаевича она начала свою работу именно с нашего 54-го округа. Чем это вызвано? Вызвано тем, что у нас очень много обращений есть к депутату, связанных с расположением малых архитектурных форм непосредственно на зеленой зоне. Первыми под проверку попали пункты мелкорозничной торговли, расположенные на улице Академика Глушко. Правда, за все время этого рейда только один реализатор предоставил рабочей группе необходимые документы. Покажите, пожалуйста, договор о рейде четвертого покрытия. Все руководят. Ну, из-за хозяйки такие вопросы решаются. Сейчас позвоню ей. Чего мне рвется в чужих вещах? Я только товар принимала. У вас же должен быть ксерокопия договора аренды. Почему вы не можете его показать? Ну, вы же здесь работаете. Я продавец. Я понимаю, но к вам же могут прийти кто-то проверять там. Я бы с удовольствием показала. У вас должны где-то висеть, находиться в какой-то папке, или вы не в курсе? Я не в курсе. На этот раз маршрут проверяющих ограничился улицей академика Глушко. Однако от засилия ларьков страдают и на академика Вильямса. Люди рассказывают, что уже несколько лет им не дает спокойно жить так называемая наливайка. Летом, весной люди отдыхают, окна открыты, и здесь все, что угодно творится около этих киосков. Распитие спиртных напитков, собирается молодежь. Когда здесь распиваются спиртные напитки, здесь дворник не успевает ничего убирать, потому что здесь и стаканчики, и бумаги. И уже совсем вопиющий факт, говорят жители. Пока рабочая комиссия проверяет законность деятельности ларьков с одной стороны улицы, буквально на ее противоположной стороне появляются обновленные мафы. Один сносим, три ставим. По такому принципу, возмущаются одесситы, идет борьба с незаконными будками. Горожане все же надеются, что депутатский корпус горсовета возьмет под личный контроль проблему малых архитектурных форм, коими и являются объекты мелкорозничной торговли, и совместными усилиями упорядочит процесс облагораживания архитектурного облика не только микрорайона Таирова, но и всей Одессы. На прошлой неделе мы много говорили об обрушениях в старой части города и о людях, которые в одно мгновение становятся бомжами, без помощи и перспектив. На этой неделе обрушения продолжались. На выходных на улице Старо-Портофранковской рухнул балкон зданий вместе с пожилой женщиной. К счастью, она осталась жива. Медики констатировали перелом ноги и многочисленные ушибы. А в понедельник рухнула стена здания памятника архитектуры государственного значения знаменитого циркульного корпуса городской инфекционной больницы, что на улице Пастера. Старая Одесса рушится на глазах. Очередной обвал произошел накануне вечером в ныне неработающем знаменитом циркульном корпусе городской инфекционной больницы. Памятник архитектуры государственного значения – фактический ровесник Одессы. Приблизительная дата постройки здания – 1802-1806 годы. 11 февраля 2013 года поступило сообщение об обрушении здания на территории инфекционной больницы по адресу улицы Пастера. По прибытию подразделения было установлено, что произошло обрушение на общей площади 20 метров квадратных двухэтажного здания. Также создалась угроза дальнейшего обрушения. Пожарно-спасательные подразделения привлекались для расчищения территории, так как частично строительные материалы попали на пешеходную часть на территории больницы. Жертв и пострадавших в результате обрушения нет. Циркульный корпус – первое масштабное каменное здание в Одессе. Его строили как госпиталь для военно-морских офицеров на 30 коек. Последний капитальный ремонт здесь был сделан накануне Октябрьской революции. Потом периодически где-то что-то подправляли, красили, латали. При этом само историческое здание внесли в реестр памятников архитектуры государственного значения. Но дальше охранной грамоты дело не пошло. Напомним, в Одессе с начала года уже произошло несколько обвалов в старых домах. Центр, Молдаванка и Пересы. Фактически каждый день происходят коммунальные ЧП. Рушатся стены, падают балконы, отваливаются куски лепнины. Одесса теряет свой исторический облик. Вместе со старыми домами уходит неповторимый шарм Южной Пальмиры. На расчистку обрушившегося здания одесский ЖКС «Хмельницкий» потратил свыше 100 тысяч гривен, полученных ведомством от жильцов многоквартирных домов в виде квартплаты, сообщает интернет-издание «Думская.нет». Дом на Балковской 104, расположенный в Малиновском районе, упал летом 2011 года. И по данным источника СМИ, расчищенную площадку уже даже сдали в аренду в виде твердого покрытия, а не земли. В фильме ЧП «Лекс Пивдень», которая планирует разместить там торговые ряды или автомойку, названы директоры и адрес компании. Примечательно отмечают журналисты, что по тому же самому адресу на Льва Толстого в той же самой квартире числится и еще одно юрлицо – адвокатская фирма «Собрание». А руководит последней Ольга Головченко, член исполкома Одесского горсовета, супруга депутата и председателя Малиновской администрации Кирилла Шеломая. 15 февраля исполнилось 24 года со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В отличие от 9 мая, эту дату, как и эту войну, помнят и знают далеко не все. В светское время события в Афганистане не афишировали. Да и в независимой Украине память о тех годах держалась только на тех, кто прошел через эту войну – на ее ветеранах. В Одессе по традиции в этот день воины-афганцы собрались у памятника своим погибшим товарищам. Участники митинга возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов. Под звуки военного марша стройными рядами у памятника прошли нынешние воины украинской армии. А ветераны, глядя на серьезные лица 18-летних солдат, вспоминают свою фронтовую юность. Вот на память, если честно, мы как приехали в Афганистан, это вот самое нестираемое. Когда из термеза вертолетом подняли с аэродрома, так прохладно было, а когда в Кумбузе посадили, вышли, а дышать нечем, так раскаленно было. И вода, когда подбежали к бочке, а вода не кипяток. Было поручение взять караван, который шел за границей в Афганистан с оружием и наркотическими средствами. И нам была команда остановить его, уничтожить его. Взяли мы его, с небольшими потерями, три человека погибло, именно мои друзья. В надежде спустя 30 лет найти своего командира роты и медбрата, на памятное мероприятие специально с Винницы приехал Василий Ищук. Он просит откликнуться всех, кому что-то известно о судьбе Сергея Куприянова и Александра Караманова. Приехал сюда в Одессу сегодня, в этот наш праздник, чтобы найти командира роты своего, Куприянова Сергея Васильевича, которого, в принципе, я не видел 33 года. И Караманова Александра, это наш медбрат. Это был 80-81 год, полихумри, наливники. Если кто знает, пожалуйста, позвоните, сообщите, где они есть. По окончанию торжественной части гости собрались возле традиционной полевой кухни, чтобы поговорить, вспомнить товарищей. За прошедшие годы о войне в Афганистане говорили много и называли ее по-разному. Военный конфликт, необъявленная война, ошибка. Называли те, кто там не был. Для солдат же Афгана эта война стала испытанием на прочность, силу духа, мужества. Для каждого из них она стала подвигом. А у меня в гостях сегодня воины-афганцы. Командир горно-стрелковой роты Игорь Григорян и разведчик, санитарный инструктор отдельного отряда специального назначения Игорь Стокич. Здравствуйте, ребята. 15 февраля – это не просто праздник. Это день вывода войск из Афганистана. 24 года назад. Вот скажите, что чувствует человек, находясь там, на войне, которая длится 10 лет, когда получает известие о том, что война закончена, что мы отсюда выходим? Игорь, я знаю, что вы были на тот момент в Афганистане, вы участвовали в выходе войск, выводе войск. Расскажите. Да, мы участвовали непосредственно в выводе войск. Мало того, что наша рота участвовала в выводе войск, мы еще выводили войска афганские, потому что войска афганские тоже покидали те территории, которые занимали советские войска. Вместе с советскими войсками покидали их, дабы их потом там не уничтожили местные. Муджахеды. Да, будем говорить, мы говорим душманы, а муджахеды будем говорить так, политкорректно. Муджахеды. Поэтому я участвовал и в выводе войск и афганских, и в выводе войск наших. Что я хочу сказать? Чувство, прежде всего, когда мы это узнали, самое первое чувство, это то, что перестанут погибать наши люди. Облегчение. Вот это самое первое чувство, конечно. Потому что мы говорим, праздник это или траур, никто еще лучше не сказал. Правильно сказали, это праздник со слезами на глазах. Для тех, кто вышел и для их родных, это, конечно, праздник, это великий праздник. По-моему, это может быть самый великий праздник, который происходил в этих семьях. А для тех, кто не вернулся, само собой, это траур. Это великая печаль, это великое горе и великий траур. И прежде всего, когда мы узнали, что вывод войск намечается, прежде всего, наше чувство было то, что будет спасено много человеческих жизней. Это самое первое, о чем мы подумали. А где вас это известие застало? Это известие застало меня в Паншерском ущелье. Да, непосредственно в Паншерском ущелье мы находились в это время. И, кстати, вывод войск, он же не происходил так, раз, и все взяли и вышли. Вывод войск был поэтапным. Причем не простые этапы, это бои. Потому что во многих случаях были бои. И люди погибали даже в процессе вывода. И люди погибали, до последнего момента погибали, конечно. Игорь, я знаю, что тебя застало это известие уже на родной земле. Все-таки как оно было воспринято и что ты чувствовал в тот момент? Конечно, конечно, это было ощущение окончания какой-то определенной эпохи. Наверное, вот по тому нашему возрасту это была уже целая эпоха. Наш батальон вывелся через год после того, как я уволился оттуда. И в течение всего этого времени, естественно, приходили письма о гибели тех ребят, о каких-то событиях, о увольнении по комиссации. И, естественно, когда батальон вышел, было такое двоякое чувство. Одни говорили, что какие-то дела все-таки не доделали, другие говорили, что слава богу. Какие дела можно не доделать на войне? Какие дела не доделаны? Ну, вроде бы как, ну, как это вот срабатывает у солдата, ну, вроде еще не всех добили. Вот, хотя, конечно же, это... Это на войне чувство, да. Да, 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 оно такое вот есть. 24 года прошло с момента вывода войск. К сожалению, ну, вот к счастью, эта война действительно уже ушла в историю. К сожалению, о ней за эти 24 года люди стали не просто забывать. Мне такое иногда создается ощущение, что они забывают намеренно. И об афганцах вспоминаю только, как правило, по двум поводам. Либо вот какие-то даты, типа 9 мая и 15 февраля, либо перед выборами, там, когда нужно говорить о льготах, когда нужно что-нибудь пообещать. Вот скажите мне, мне кажется, что вот использовать потенциал людей, которые прошли через горнило войны, все-таки несколько иначе надо. Вот на ваш взгляд, в чем миссия, что называется, воинов-афганцев? Что вы сегодня реально можете дать вот обществу вот в таком вот вашем нынешнем статусе? Я скажу, значит, это касается не только воинов-афганцев, да? Давайте будем обобщать. Ветераны. Это касается ветеранов, совершенно верно, ветеранского движения. Человек, прошедший войну, он уже выполнил какую-то миссию. И в любом случае его все равно нельзя приравнивать к человеку, который войны не видел. Он более опытный в любых вопросах, причем и в негативных тоже. Не обязательно в позитивных, и в негативных тоже. Поэтому миссия этого человека не то, что там кричать, я воевал, я там... Вы мне должны. Да, вы мне там должны или что. А миссия этого человека рассказать, что это за война. Что такое вообще война. Почему она произошла. Я же неоднократно говорил, раньше нам все говорили, мы вас туда не посылали, например, да? И такое было. Но человеку, мы были в школе, вот я говорю детям, вы поймите, было государство. Вот сегодня государство Украина. И украинские военные сегодня присягают. И не дай бог, если завтра начнется война, украинский военный, он не должен думать, что это за война, почему она произошла. Это фактически должно быть так. Государство, которому он присягнул, он должен выполнить свою присягу. Совершенно верно. И это нужно объяснить людям. Что мы не просто так, нам захотелось подраться, и мы пошли в соседний двор и подрались там с ребятами. То есть, Игорь, правильно ли я поняла, что миссия той, о которой вы говорите, человеку, прошедшему войну, нужно не просто рассказать о том, что было на этой войне, не просто научить, скажем, воевать мальчишку, но главное научить его любить свою родину. Главное научить его, вот то, что вы говорили, понимать чувства долга. Понимать чувства, потому что мы-то хотим, чтобы войны вообще не было. Мы-то хотим, чтобы войны вообще не было. Я думаю, что это желание любого нормального человека. Игорь. Конечно. Дело в том, что война это настолько многогранное вообще событие в жизни человека, что каждый, конечно, выносит свое, каждый определяет свою дальнейшую жизнь по-своему, но мы выносим же не только какие-то знания о тактике действия, стратегии или умении преодолевать какие-то неудобства, которые преодолевает солдат, особенно когда он воюет в совершенно других климатических условиях. Это же еще идет внутреннее философское глубокое перепонимание, осознание которому приходит, может быть, вот даже сейчас, через четверть века, а может быть, через 10 лет мы соберемся и скажем, о, 10 лет назад мы еще не поняли, а вот мы только сейчас понимали, понимаем, и что мы должны в результате выдать уже как факт, как мудрость. То есть не только как опыт, а уже как мудрость. Игорь, ну, сразу спрошу, ну вот можно ли научить всему тому, вот передать этот самый опыт, ну, предположим, придя на урок мужества, как правило, этому урок мужества выливается полчаса такой, в общем, достаточно быстрой беседы, ну, ребят, вот мы вот воевали, можно ли в такой форме преподносить? — Несомненно, этого очень-очень мало, и мы сейчас стараемся пропагандировать то, что нужно гораздо более глубокий подход, потому что за полчаса можно, ну, только лишь упомянуть о теме, только лишь упомянуть, и молодые люди, которые даже еще не успевают сформировать свои вопросы. Хотя существует много литературы, много книг, много фильмов, которые, ну, сейчас, если мы выросли на горячем снеге, освобождении, они сражались за родину, и у нас было там два-три канала всего лишь, но теперь, конечно же, фильмы на патриотическую и военную тематику, которая, в принципе, нужна не нам, ветеранам, мы это прошли, оно нужно обществу, которое останется после нас. Оно занимает, не знаю, один процент ли занимает ли. В основном, это, в общем-то, игры на компьютерах, где играют бездушные совершенно, совершенно бездушные какие-то там единицы боевые. — Это техника убийства, оттачивается таким образом. — Да, ну, техника убийства, но забывая о том, что каждый солдат — это живой человек, у которого глубочайшие переживания, это не просто там выстрелили, кто-то упал. За смертью этого человека стоят десятки-десятки судеб, его родных, близких. Это переживания, а особенно если этот человек приходит глубоким инвалидом с войны, и он действительно переживает такое, что внутри, что неиспытавшему, это даже сложно, конечно. — Даже трудно себе близко представить. — Да, это, конечно. Игорь, вы говорили о воспитании, как бы чувства долга, патриотизма. Что, по-вашему, сегодня, патриотизм сегодня? Как бы вы это объяснили мальчикам, девочкам? — Это такой сложный вопрос, действительно, такой сложный вопрос. Поэтому мы всегда стараемся объяснить мальчикам и девочкам, что они сегодня живут в этом государстве. Сегодня их семьи живут в этом государстве. Все их окружение живет сегодня здесь и в этом государстве. Поэтому я всегда говорю, человек вправе выбрать. Если вам не нравятся какие-то устои государства и так далее и тому подобное, и вы с ними категорически не согласны, то вы просто здесь не живете. Но если человек все-таки не считает нужным уезжать, а считает, и это очень правильно, остаться здесь и что-то изменить, вот самое правильное направление. Вот называется патриотизм. Оно и называется патриотизм. То есть жить в этом государстве для того, чтобы поменять что-то в этом государстве. Само собой в лучшую сторону. Вот это и есть прежде всего патриотизм. И в этой сфере очень важно сказать о том, что если, опять же про ветеранов, если люди, которые сегодня растут, молодежь я имею в виду, и даже не только молодежь, если люди сегодня к ветеранам будут относиться с пренебрежением, у этих людей не будет будущего. Завтра, когда, не дай бог, еще раз говорю, начнется война, некому будет защищать это государство. Потому что защитники будут думать, да что нам идти его защищать, чтобы потом нам сказали, в лучшем случае мы вас туда не посылали, или просто не будут обращать никакого внимания на нас, или еще патчи хуже того, вообще опустят нас ниже плинтуса и будут с нами. Вот как сейчас. Сейчас многие из ветеранов, инвалидов войны, они стесняются доставать свои удостоверения. В транспорте. Они где угодно, где угодно, просто стесняются. Почему они стесняются? Они знают реакцию людей на это. А реакция, я не побоюсь, в 80% случаев совершенно негативная. В лучшем случае водитель маршрутки, мы это видим по телевизору показывают часто, скажут, да ладно, выходи там уже, что ты мне показываешь. А в очереди, если человек вытащит, да его забьют и заклюют там этого в 80% случаев. Я знаю, что в Одессе этим летом вот вашими усилиями было организовано такое вот необычное мероприятие для молодежи с разных стран СНГ. Если можно, в двух словах расскажите об этом и каковы перспективы такого работы. Ну, это были суммарные усилия ряда организаций, ряда инициаторов, в том числе патриоты Одессы, Евгений Затик, в том числе поучаствовали Игорь и ребята-тренера-инструктора, наш одесский казачий корпус. Действительно, это был международный слет, города-герои. И мы подумали о том, что на данном этапе мы еще, слава богу, дай бог, еще долго, мы в том состоянии, когда мы пока что можем воздавать должное нашим дедам. О нас потом, может быть, пускай, если кто-то захочется, и мы будем того достойны, пускай говорят. И города-герои, это был первый международный слет, приехали, это была проба, россияне, белорусы, наши с тобой знакомые, да, и в том числе были привлечены наши одесские команды. Чтобы не быть голословным, давайте нашим телезрителям покажем буквально несколько фрагментов из коротенького фильма, который был снят летом, вот как раз во время этих самых детских военно-патриотических игр слета городов-героев. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битвы, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лвы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие войн, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляз боевых колесниц. Скажите мне, пожалуйста, основная задача подобных слетов для вас, почему вы это делаете? Давайте начнем с меня. Прежде всего это продолжение нашего предыдущего вопроса, прежде всего патриотизм, мы говорим. Молодых людей готовить физически, морально, психологически к тому, что вы все-таки защитники. И первое, и второе, на мой взгляд, это сближать все-таки страны, которые попытались разъединить. Вот это огромнейшая тоже тема. Говорить до утра можно, у нас не столько много времени, но это тоже огромнейшая тема, чтобы люди понимали, что они не одни на этой земле, что сегодня правители, которые хотят разъединить нас, что это неправильно. Правильно, это объединение. В процессе вот этих вот интересных занятий, войдя в контакт с детьми, мы, ну, может быть, постараясь завоевать у них какой-то авторитет, если мы того достойны, мы им можем донести и самое главное, это какие-то духовные и нравственные ценности. Как, например, объяснить, что нельзя есть в одиночку, надо подождать всех. Маленький момент, но это момент, который действительно момент выживания, и мы в этом убеждались в армии. Уважение к женщине. Начиная с маленького рыцарского поступка, уступить женщине, любой девочке, старушке, женщине средних лет, тем паче беременной женщине, женщине, стоящей сумкой, просто подняться и уступить ей место. И это, это, то, что нужно не столько женщине, это нужно этому молодому человеку. Самому мужчине. Это ему надо, для самоощущения я. И этого уже было бы достаточно. Кто отмаливает воина? Мать, жена, сестра. Кому молились казаки всегда? Богородицы. День казачества. День казачества. Кто хранит воина? Покров Богородицы. Это было испокон в веку. Ребята, я благодарю вас еще раз с праздником. И удачи вам в ваших благородных начинаниях. Вот такой была прошедшая неделя. Наступающий обещает быть лучше. С вами была Елена Астрахович. Встретимся в следующее воскресенье. Берегите себя и друг друга. Продолжение следует... 23 февраля. Бернардацы Пурпур. Концерт с особенной атмосферой. Справки и заказ билетов 785-5585. Прислушайтесь к своему сердцу. Мое место слухае Мойера.